Здравствуй, мой милый ребёнок! Сегодня я расскажу тебе сказку, которую когда-то написал очень хороший писатель по имени Редьярд Киплинг. Это сказка про краба, который играл с морем. В давние-предавние времена, мой милый, было начало всех начал. И в те дни великий маг творил всё сущее. Сперва он сотворил землю, потом он сотворил море, потом он призвал к себе всех животных и повелел им играть. И животные сказали, «О, великий маг, во что же нам играть?» И он им ответил, «Я покажу вам». Он вызвал из толпы слона, прародителя всех слонов. И сказал ему, «Ты играй в слона». И прародитель всех слонов принялся играть. Тогда великий маг вызвал бобра, прародителя всех бобров. И сказал ему, «Играй в бобра». И прародитель всех бобров принялся играть. Великий маг вызвал корову, прародительницу всех коров, и сказал ей, «Играй в корову». И прародительница всех коров принялась играть. Он вызвал черепаху, прародительницу всех черепах, и сказал ей, «Играй в черепаху». И прародительница всех черепах принялась играть. Так одного за другим он перебрал всех животных, птиц и рыб, и каждому назначил свою игру. К вечеру, когда все живые существа притомились и устали, явился человек с какой-то девочкой. Ну, конечно же, со своей любимой дочуркой, которая сидела у него на плече, и спросил, «Что это за игра, великий маг?» И великий маг ответил, «О, сын Адама, игра эта называется «Начало всех начал», но ты слишком умен для этой игры». И человек поклонился и сказал, «Да, я слишком умен для этой игры, но смотри, сделай так, чтобы все животные повиновались мне». И пока они разговаривали, краб Пау Амма, чья очередь была подойти к магу, отполз в сторону и спустился в море, говоря себе, «Лучше поиграю один в морской пучине, не стану я подчиняться этому сыну Адама». Никто не заметил, как он ушел, кроме маленькой девочки, сидевшей на плече у отца. А тем временем игра продолжалась, пока не осталось ни одного животного без своей собственной игры. Тогда великий маг стер пыль со своих рук и пошел по свету смотреть, как играют животные. Он отправился на север, мой милый, и обнаружил там прародителя всех слонов, который рыл клыками и топтал ногами чистенькую новую землю, только что для него созданную. «Кун?» – спросил прародитель всех слонов, что означало «верно». «Пая-кун!» – ответил великий маг, что означало «вполне». Он дунул на глыбы и комьи земли, которые набросал прародитель всех слонов, и превратил их в высоченные гималайские горы. Ты можешь отыскать их на карте. Он отправился на восток и обнаружил там прародительницу всех коров, которая паслась в поле, только что для нее созданном. Она враз слезнула языком целый лес и улеглась жевать жвачку. «Кун?» – спросила прародительница всех коров. «Пая-кун!» – ответил великий маг. И он дунул на голое место, ею объеденное. И часть этого пастбища превратилась в великую индийскую пустыню. А другая – в пустыню Сахару. Ты можешь отыскать их на карте. Он отправился на запад и обнаружил там прародителя всех бобров, который строил плотины в устьях широченных рек, только что для него созданных. «Кун?» – спросил прародитель всех бобров. «Пая-кун!» – ответил великий маг. И он дунул на поваленные стволы и неподвижные воды. И они превратились в болотистые низины Флориды. Ты можешь отыскать их на карте. Потом он отправился на юг и обнаружил там прародительницу всех черепах, которая разгребала лапами песок, только что для нее созданный. И песок и камни летели в воздух и падали далеко в море. «Кун?» – спросила прародительница всех черепах. «Пая-кун!» – ответил великий маг. И он дунул на песок и камни, и те из них, которые упали в море, превратились в живописные острова Борнео, Целебес, Суматра, Ява и другие острова Малайского архипелага. Ты можешь отыскать их на карте. Вскоре великий маг встретил человека на берегу реки Пирак и спросил его, «Ну что, сын Адама, все ли животные повинуются тебе?» «Да», – ответил человек. «Повинуется ли тебе вся земля?» «Да», – ответил человек. «Повинуется ли тебе все море?» «Нет», – ответил человек. «Один раз в день и один раз в ночь море добегает до реки Пирак и гонит ее воды обратно в лес, так, что заливает мой дом. Один раз в день и один раз в ночь оно уводит с собой реку вместе со всей водой, оставляя лишь и листую топь и опрокидывает мою лодку. «Или это игра, которую ты назначил морю?» «Нет», – сказал великий маг. «Это какая-то новая и плохая игра». «Смотри», – сказал человек. «И как раз в эту минуту море докатило свои высокие волны до устья реки Пирак, погнало ее назад и гнало до тех пор, пока она не затопила все угрюмые леса и окрестности и не залила хижину человека. «Скверное дело. Спускай на воду свою лодку и поедем разведаем. Кто так играет с морем?» – приказал великий маг. Они сели в лодку, и маленькая девочка тоже отправилась вместе с ними. И человек прихватил свой крис, тонкий кривой кинжал со сверкающим клинком, и они поплыли по реке Пирак. Тут море начало отступать, и лодку вынесло из устья реки Пирак и повлекло мимо Селангора, мимо Малакки, мимо Сингапура и дальше, дальше к островам Бинтан, словно бы их тащили на веревке. Тогда великий маг встал с места и закричал «Звери, птицы, рыбы, все побывавшие у меня в начале всех начал и обученные каждой своей игре. Кто из вас так играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы ответили хором. «О, великий маг! Мы и дети наших детей играем в игры, которым ты обучил нас, но никто из нас не играет с морем». Тут над морем встала полная луна, и великий маг сказал старому горбуну, который сидит на луне и плетет леску, надеясь когда-нибудь выудить под лунный мир. «Эй, рыбак с луны, не ты ли это играешь с морем?» «Нет», — ответил рыбак, «я плету леску, чтобы когда-нибудь выудить под лунный мир, а с морем я не играю». И он опять взялся плести свою леску. «А на луне еще живет крыса, которая всякий раз перекусывает леску старого рыбака, едва он покончит с делом». И великий маг обратился к ней. «Эй, крыса, уж не ты ли играешь с морем?» И крыса ответила, «С меня хватит перекусывать леску, что плетет этот старый рыбак, а с морем я не играю». И она опять взялась за свое. Тогда маленькая девочка протянула вперед свои нежные загорелые ручки, украшенные браслетами из красивых белых ракушек, и сказала, «О, великий маг, когда в начале всех начал мой отец говорил с тобой, держа меня на плече, а ты обучал животных их играм, один непослушный зверь уполз в море, не желая учиться твоей игре». И великий маг сказал, «Да чего же умны эти маленькие дети, те, что все видят и молчат? На что же он был похож, этот зверь?» И маленькая девочка ответила, «Он был круглый и плоский, глаза у него на стебельках, спина покрыта толстым панцирем, а ходит он вот так, боком». И великий маг сказал, «Да чего же умны эти маленькие дети, те, что говорят правду? Теперь я знаю, куда подевался Пау Амма, дай-ка мне весло». И он взял весло. Но весло было совсем ни к чему, потому что волны упорно несли их мимо всех островов, пока они не достигли места под названием Пусат-Тасек, то есть сердце моря, где находится глубокая пещера, ведущая к сердцу Вселенной, а в пещере той растет чудо-дерево паух Джанги, на котором висят волшебные орехи из двух половинок. Тогда великий маг по плечу опустил руку в глубокую теплую воду и под корнями чудо-дерево нащупал широкую спину краба Пау Аммы. Но Пау Амма зарылся еще глубже в песок, а море поднялось, как бывает, когда ты опустишь руку в тазик. «А!» — сказал великий маг. «Теперь я знаю, кто играет с морем». И он прокричал. «Что ты там делаешь, Пау Амма?» И Пау Амма ответил из самой глубины. «Один раз в день и один раз в ночь я выхожу поискать себе пищу. Один раз в день и один раз в ночь я возвращаюсь назад. Оставь меня в покое». Тогда великий маг сказал, «Слушай, Пау Амма, когда ты вылезаешь из своей пещеры, вся морская вода уходит в пусат-тосек и бухты соседних островов милеют, рыбешки умирают, а Раджа Моянг Кабан, король слонов, увязает в болоте. Когда же ты возвращаешься назад и усаживаешься в пусат-тосек, вся морская вода поднимается вверх, затопляет половину всех островов и заливает хижину человека, а Раджа Абдулла, король крокодилов, набирает полон рот соленой воды». На это Пау Амма со смехом ответил ему из глубины, «А я и не знал, что я столь важная особа. Отныне я буду выходить по семи раз на дню и не видать вам тихой воды». И великий маг сказал ему, «Я не могу заставить тебя играть в назначенную тебе игру, потому что ты ускользнул от меня в начале всех начал. Но если ты не боишься, выходи, и мы потолкуем об этом». «А я и не боюсь», ответил Пау Амма, и он сплыл на поверхность моря, залитую лунным сиянием. Никто на свете не мог сравниться по величине с Пау Аммой, ибо он был повелителем всех крабов. Не простой краб, а краб-король. Одна сторона его гигантского панциря касалась берега Саравака, другая касалась берега Паханга, а сам он был выше дыма от трех вулканов. Продираясь сквозь ветви чудо-дерево, он сорвал один из орехов, волшебных молодильных орехов с двумя ядрышками. Маленькая девочка увидела, как орех плывет по воде, взяла его в лодку и принялась вырезать в кожуре дырочки своими маленькими золотыми ножничками. «Теперь», — сказал маг, «поколдуй, Пау Амма, докажи, что ты и впрямь важная особа». Пау Амма вращал глазами, махал лапами, но по морю лишь проходила легкая зыбь, потому что хоть он и был королем крабов, но все же был только крабом. И тогда великий маг рассмеялся. «Видать, не такая уж ты важная особа, Пау Амма», — сказал он, «а теперь давай я поколдую». И маг повелительно поднял левую руку, лишь один мизинец левой руки. И тут же, мой милый, с Пау Аммы, подобно скорлупе кокосового ореха, слетел его твердый и синий-зелено-черный панцирь. И Пау Амма стал мягким-мягким, как те маленькие крабики, которых ты по временам находишь на берегу, мой милый. «А ты и вправду очень важная особа», — промолвил великий маг. «Может мне попросить человека разрезать тебя своим крисом? А может повелеть, чтоб пришел Раджа, мой Янг-кабан, король слонов, и проткнул тебя своими клыками? Или явился Раджа Абдулла, король крокодилов, и искусал тебя?» И Пау Амма ответил, «Мне очень стыдно. Отдай мне мой твердый панцирь и отпусти меня назад в пещеру Пусат-тосек, и я буду выходить из дома только один раз в день и один раз в ночь за едой». И великий маг сказал, «Нет, Пау Амма, я не верну тебе твой панцирь, иначе ты станешь еще больше, сильней и заносчивей, и, пожалуй, забудешь свое обещание и снова начнешь играть с морем». Тогда Пау Амма сказал, «А что мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Пусат-тосек, а если пойду куда-нибудь еще, то меня съедят акулы. Такой я теперь мягонький. В Пусат-тосек я, такой мягонький, конечно, буду в безопасности, но совсем не смогу выходить оттуда за едой, и потому умру». И он замахал лапами и заплакал. «Послушай, Пау Амма», сказал великий маг, «я не могу заставить тебя играть в назначенную тебе игру, потому что ты ускользнул от меня в начале всех начал. Но если ты хочешь, я могу сделать так, что каждый камень, каждая норка, каждый пучок водорослей в любом море всегда будет столь же безопасным местом для тебя и твоих детей, как Пусат-тосек». На это Пау Амма ответил, «И оно, конечно, неплохо, но я пока еще не решил. Гляди, вот тот человек, что беседовал с тобой в начале всех начал. Если бы он не отвлек тебя, я бы не стал дожидаться и не ушел, и ничего бы такого не случилось. Что он-то для меня сделает?» И человек сказал, «Если ты хочешь, я наколдую, чтобы и морские глубины, и суша равно были бы домом для тебя и твоих детей. Тогда ты сможешь прятаться и в земле, и в воде». И Пау Амма сказал, «Я пока еще не решил. Гляди, вот та девочка, что заметила, как я уходил в начале всех начал. Если бы она тогда не смолчала, великий маг позвал бы меня назад, и ничего бы такого не случилось. А она что для меня сделает?» И девочка сказала, «У меня есть замечательный орешек. Я отдам его тебе вместе с этими ножницами, очень крепкими и острыми. Если ты хочешь, я наколдую, чтобы ты и твои дети, выйдя на сушу, могли целый день есть вот такие кокосовые орехи. «А еще, чтобы ты мог этими ножницами вырыть себе пусат-тосек, когда поблизости не будет ни норки, ни камня. А если земля окажется слишком твердой, ты сможешь с помощью тех же ножниц залезать на деревья». И Пау Амма сказал, «Я пока еще не решил, потому что такому мягонькому все эти подарки ни к чему. Отдай мне мой панцирь, Великий Маг, и я буду играть в твою игру». И Великий Маг сказал, «Я верну его тебе, Пау Амма, на одиннадцать месяцев в году. Но в двенадцатый месяц каждого года он опять будет становиться мягким, чтобы напоминать тебе и всем твоим детям о моей волшебной силе и держать тебя в смирении, Пау Амма». «Ибо сдается мне, что если ты будешь бегать по воде и по суше, то станешь ужасно дерзким. А если еще сумеешь лазить по деревьям, щелкать орехи и рыть своими ножницами норы, то вдобавок станешь ужасно прожорливым, Пау Амма». Тогда Пау Амма немножко подумал и сказал, «Ладно, я решил, я беру все подарки». Тогда великий маг повелительно поднял правую руку, все пять пальцев правой руки. И тут же, мой милый, Пау Амма стал уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться, пока не превратился в малюсенького зеленоватого крабика. Он плавал по воде возле лодки и кричал тоненьким голоском, «Отдайте же мне ножницы!» И девочка подобрала его своей загорелой ручкой и посадила его на дно лодки и отдала ему ножницы. Он размахивал ими, держа в лапках, открывал и закрывал их, щелкал ими и, наконец, сказал, «Теперь я могу есть орехи, могу открывать ракушки, могу рыть норы, могу лазить по деревьям, могу дышать на суше и устраивать себе безопасный пусат-тосек под каждым камнем. А я и не знал, что я столь важная особа. Кун? То есть верно?» «Па, я кун!» сказал великий маг. И он рассмеялся и благословил его. И маленький Пау Амма спрыгнул в воду с борта лодки. Он был такой крошечный, что мог спрятаться под тенью сухого листочка на земле или в пустой раквине на дне моря. «Ну как? Хорошо все сработано?» спросил великий маг человека. «Да», — ответил тот, «но теперь надо плыть назад в уси реки Пирак. Огрести одним веслом тяжело. Если бы мы дождались, когда Пау Амма выйдет из пусат-тосек и вернется домой, вода сама понесла бы лес на нас назад». «А ты ленив?» сказал великий маг. «Значит, и дети твои будут ленивы. Они будут самыми ленивыми людьми на свете. И делать все будут мало-помалу. Вот и прозовут их малайцами». И он поднял палец вверх и сказал, «Эй, рыбак с луны, этот человек слишком ленив, чтобы идти домой на веслах. Подтащи его лодку своей леской, рыбак». «Нет», — сказал человек, «коли мне суждено весь век лениться, пусть уж море трудится на меня дважды в день. Тогда не надо будет грести. Кун? То есть верно?» И великий маг рассмеялся и сказал, «Пай я, Кун!» То есть вполне. И крыса, жившая на луне, перестала перекусывать леску. Рыбак спустил леску до самой глади моря и поволок его вперед мимо острова Бентан, мимо Сингапура, мимо Малакки, мимо Селангора, пока, наконец, лодка снова не очутилась в устье реки Пирак. «Кун?» — спросил рыбак с луны. «Пай я, Кун!» — ответил великий маг. «Помни, теперь тебе надлежит веки вечные тянуть море дважды в день и дважды в ночь, чтобы малайским рыбакам не было надобности грести. Но будь осторожен, не тяни слишком сильно, иначе мне придется проучить тебя, как Пау Аму. Потом они поднялись вверх по реке Пирак и легли спать, мой милый. А теперь слушай внимательно. С того самого дня луна неизменно тянет море вверх и вниз и устраивает то, что мы называем приливами и отливами. Иногда этот удильщик, зацепив на крючок море, тянет его слишком сильно, и у нас начинается половодье. А иногда он тянет слишком слабо, и бывает то, что мы зовем низкой водой. Но по большей части он делает все, как положено, потому что боится великого мага. Ну а как Пау Ама, гуляя по морскому берегу, ты можешь видеть, как все его детишки роют себе пусат-тосек под любым камнем, любым пучком водорослей на песке. Можешь видеть, как они помахивают своими маленькими ножницами. А в иных странах они и вправду живут на суше, взбираются на пальмы и едят кокосовые орехи, в точности, как обещала та маленькая девочка. Но раз в году все Пау Аммы должны сбрасывать с себя твердый панцирь и становиться совсем мягкими, чтобы не позабыть воли великого мага. И просто нечестно ловить и убивать малюток Пау Аммы лишь потому, что старый Пау Амма был глуп и дерзок много лет назад. И уж, конечно, малютки Пау Аммы ужасно не любят, чтобы их вытаскивали из их убежищ и несли домой в банках из-под маринада. Вот почему они щиплют тебя своими клешнями и, право же, по делам. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok